МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В программе. Настроение каково? Новогоднее. Самара с высоты. Успехи самарских студентов в программировании. О чем россияне спрашивали Яндекс. Ютьюб подвел итоги года. Житие мое в стиле техно. Все это и многое другое прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый год все ближе и ближе. Настроение праздника начинает потихоньку появляться и проявляться. Самара преображается с каждым днем, с каждым фонариком, с каждой гирляндой, с каждым фонтаном. Вы только посмотрите, как красиво в ночное время на улицах нашего города. Думаю, что такой яркой и блистательной Самары еще не была. Блогера Влада Виноградова. Смело можно назвать самарским человеком-пауком с восхищением и трепетом. Регулярно Влад радует читателей самарского ЖЖ-сообщества удивительными подборками уникальных фотографий Самары с высоты. Все фотографии сделаны в 2016-м, и каждое фото хочется разглядывать долго и пристально, пытаясь понять все то, что чувствовал фотограф там, на высоте. Многие снимки, как пишет Влад, были сделаны вопреки шатающимся лесам и шквалистому ветру. К башенным кранам у Влада особая любовь, судя по всему. На фото Самара действительно необыкновенная. Неважно, какое время года. И действительно прекрасно, по словам читателей, ведь не видно ничего, что происходит внизу. Влад, вы настоящий молодец! Ставим вам наш самарский лайк и берегите себя! В начале декабря сразу в четырех городах – Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Тбилиси и Барнауле – прошел полуфинал Международной студенческой олимпиады по программированию. Более 200 сильнейших команд сошлись в борьбе за возможность выступить на финале чемпионата мира, который пройдет в Южной Дакоте, США. Наш город представляли три команды студентов Самарского университета, каждая из которых показала впечатляющие результаты. Самой результативной оказалась группа под названием «Хейтерс» в составе Вячеслава Муравьева, Егора Пономарева и Дениса Безрукова. Ребята пробились в финал. О чем же спрашивали Яндекс россияне в 2016 году? Компания составила рейтинг самых популярных запросов. Итак, выборы в России и США, а также свиной гриб – главные темы года по результатам анализа поисковых запросов. Желанные мужчины в 2016-м, избранный президент США Дональд Трамп, оскароносный актер Леонардо Ди Каприо, а также советский певец Валерий Абадзинский. Всплеск интереса к нему связан с выходом сериала «Эти глаза напротив». В женском рейтинге лидируют телеведущие Ксения Собчак и Ольга Бузова. На третьем месте расположилась советская манекенщица Регина Сбарская. Ей был посвящен сериал «Красная королева». Рейтинг спортивных событий возглавила Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Далее следует футбольный чемпионат Евро-2016 и чемпионат мира по хоккею. Рейтинг отечественных сериалов возглавил «Физрук» зарубежных «Игра престолов». Самым популярным автором мемов оказался музыкант Сергей Шнуров. Сочиненные им Лабутейны и «В пить-ре-пить» заняли первые два места. Google подвел итоги 2016 года на российском YouTube в официальном блоге. Результаты оказались весьма неожиданными, учитывая, что среди победителей есть и мультики, и странные песни, и рэп-битвы, и даже пародии. Итак, поехали! Серия мультфильма про Машу и Медведя о волках-таксистах заняла первое место и набрала 173 миллиона просмотров. А недавно серия «Маша плюс каша» стала шестым самым просматриваемым видео на YouTube за всю историю, обогнав клип певицы Адель. Ух ты! Вот это каша! На втором месте батл давних противников блогеров Юрия Хованского и Дмитрия Ларина на известной хип-хоп-площадке. Третью строчку заняла видеоблогера Иван Гая. Песня «Хаю-хай» набрала 22 миллиона просмотров с апреля, а в ноябре на канал автора подписалось уже 10 миллионов человек, и это самый популярный блог в России. Четвертым идет детский мультсериал «Барбоскины», посвященный семье антропоморфных собак. Новогодняя серия «Здравствуй, Дедушка Мороз» набрала 23 миллиона просмотров за год. Малыш, смотри-ка, к тебе пришел... Дедушка Дедушки Мороза. Правильно, про Дедушка Мороз. Вот это да! Сразу три Дедушки Мороза и все с подарками. Семилетняя девочка Ярослава Дегтярева, участница вокального конкурса, исполнила песню «Кукушка» группы кино и набрала 23 миллиона просмотров. Песен еще не написанных. Сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках камням лежать или гореть звездой. Звездой. В топе оказался и полезный видеоканал, посвященный лайфхакам, котам и экспериментам. Ролик о том, как применить домашние магниты в быту, набрал 19 миллионов просмотров с января. Хотите упорядочить провода на вашем столе? Вам понадобится пружинка от патриотической ручки, которую надо намотать у основания кабеля. Затем с помощью термоклея приклейте небольшие магниты к столу и вы получите довольно удобный вариант крепления проводов на рабочем месте. Музыкальный блогер Энджойкин выпустил новый ролик, в котором превратил сцены из культовой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в стильный техноклип. Ролик уже собрал 3 миллиона просмотров за несколько дней. В видео под названием «Житие» обыгрываются сцены расставания Шурика с женой Зинаидой, а также диалог царя Ивана Грозного с кинорежиссером Карпом Савельевичем. Жалую шубу тебе, аз, есть царь, любишь боярню, люблю, чего ж тебе еще надо, собака, ничего, ничего, ну так и женись, хороняка. Житие мое, житие. Житие мое, житие. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока. Самара-Ис. Первое самарское мобильное телевидение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok